Ну вот, друзья, как я и обещал, сегодня едем на озеро Рица В такой шикарной машине Toyota, марка какая у нас машина Сиг, ой, даже не выговоришь У нас водитель гид, он сказал, что он не экскурсовод Поэтому все, что интересно, я буду рассказывать и показать вам Все, да, вперед Вот сейчас, дорогие друзья, мы поедем вот в это вот ущелье Сейчас нас пока остановили на регистрацию мяса Говорят, тут даже можно и дичь каких-то горных козочек покушать Посмотреть какие-то сувенирчики, продукты Поэтому посмотрим сыр глубокого копчения Сыр перед копчением мы две недели сушим, а потом в два месяца мы его коптим Два месяца тут сушим? Да, более подробно я провел в зале вам покажу Так это сейчас вот в два месяца будет поптицей? Нет, здесь вся продукция Готовый у нас идет просто легким дымком Отдается для поддержания продукта Смотрите, тут у нас колбасные изделия Это у нас идет ветчина Забрали тут у нас даже суджук из телятины Это у нас колбаса из буйволицы Суджук из индейки Из канины, из баранины и из косули Косули очень редкое мясо, считается в Абхазии На косули мы только охотимся И вот такая метровая колбаса есть Больше 5 килограмм она идет Тут идет смесь кулминер мяса Смотрите, колбаса у нас идет в натуральной Оболочке? Нет, она идет у нас в кишке В натуральной оболочке, да Поэтому без холодильника она может ползрызть Вкуснятина Сейчас я в конце депестации озвучу все цели Вас не забудьте, и сам вам не забудьте Смотрите, будет все, что прислали на нас в полочке Все наши домашние, первичные продукции Это семейный бизнес Наш всем, и мы сами занимаемся А вы создали, у тебя с каждой, у всех? Да, все, что-то Нет, красная, белая, розовая Я думала, что я тоже не пью Смотрите, первое вино, которое мы попробуем Есть ледяная обработка Рис, линк, сорт винограда, да Ледяная обработка белая Ледяная обработка немецкая Ваше здоровье Дегустация вина Попробовали колбасы Попробовали сыры копченые Ну, я не совсем любитель копченых сухих сыров Вот Взяли варенье инжировое Взяли вина мускатного Ну, и едем дальше Ну, и, конечно, мы не могли не остановиться На дегустацию меда Такой вот сот Вот такое красивое место Пчелы такие крупные в Абхазии Они летают, а к ногам им привязывают ведра Для того, чтобы они мед носили ведрами Красота, красота какая Вот это вот пальмы банановые Но бананы не вызревают На этих пальмочках Едовый двор Длины с медом Да, сейчас посмотрим, что здесь есть интересного Ну, то, что здесь красиво, то да Порода пчел какая Абхазянка Это кавказянка, наверное Абхазянка Абхазянка, да? Ну, вот, смотри еще Ну, конечно Попробовали, подходите сюда Чего, это пчеловод занимается пчелами Только не махайтесь Вот это труки Если ботокс бесплатно нужен Вдруг чего, губки сюда прикладывайте Ну, я бы хотела бы подержать Ну, возьми Аккуратненько Если никаких резких движений не будете делать Дергаться Да не хочет она А, папа! Ну, и что? Не кричи, да и все Все Никаких резких движений Не дергайся Не спряхивай Не бойся Из этого, да? Ну, хорошо Ну, если честно сказать Поснимать мед не дали На дегустации Всего два вида меда Сейчас пчелы сидят на сахаре Больше здесь ничего нету Вот Ну, и по всей видимости Мед не очень мне понравился Потому что сказали, что часть каштановая Часть акация Акация какая-то желто-коричневая Поэтому я остался недоволен И показывать здесь, ребята Ну, нечего Это Я думаю, что красивое место Для Для туристов Ну, и для Для туристов Мост вот этот вот Через эту реку Зип Строили Еще О, ребята Ловят форель, наверное Ну, другой тут рыбы нету Хорошая, мощная река Красивые места Ну, что за манера Тряпочки вешать Желание загадывать Низкая облачность сегодня О, девушка смелая Я хочу Кофе на песке В Турции готовится Сейчас будет закипать О, уже, уже горчит Да, на самом деле По съемках И дальше Тоже Одно из Достопримечательностей Этой экскурсии Вот такое вот Голубое озеро Так называемое Гид сказал, что глубина Здесь достигает 49 метров Не знаю Верить нет Но это река Наверное С вымытой Породой Если здесь 49 метров Не знаю Но место, конечно же Очень Такое живописное Красивое Не могу, друзья Вам его не показать Даже Задрав вверх Голову Тут впадает Речка Это слияние Той реки Где мы видели С вами голубое Вот это маленькое озеро Это река Гега С Гегского водопада Сколько еще Ну вот они слились В одну реку И получилось Вторая На которой Вы сказали Уже все Это Гега Да Она Гега Вливается В реку В свою очередь В реку Гега Вливается река Юксара Которая вытекает С озеро Здесь она и закончилась Гега Гега Она вообще Короткая Да Гега Вот от этого места Сейчас я вам покажу Заезд на Гегский водопад Еще 7 километров Прям вот с такой Навесной скалы С середины скалы Крещен Оттуда вытекает То есть не по горе А прям с горы Вот слева От нас уже Река Гега Вчера Она буквально Была мутная Другого цвета За ночь За сутки Вода чистилась Прозрачная Стала Сколько Я езжу Первый раз Недавно Увидел Буквы М Въезды В туннель Я вообще Думаю Может они здесь Метро хотели построить Почему Глупвоедный Мне интересно На 2-300 Ниже Не смогли спуститься На высоте 2-300 Им здесь Дали бой Вот эта группа Эдельвейс Или вот Дивизир Кто там Немецкая Такая Самая горная Боеспособность Учиталась И потом Обратно Они услили На Северный Кавказ Они пришли Через горы Всегда Сюда На равнину Не спустились Немцы Я вам сейчас Где Гега С Сюбсарой Сливается Сделаю остановку Двуречик Я считаю Красивое место Это неправда Лучше гор Могут быть Только горы О которых Еще не бывал Ух ты Вот это Красота Нет Лучше гор Так Я Могут быть Я Лучше гор Нет Я Я Я Я Я Визуально нужно наблюдать разницу света воды, а вот даже берегу, вот здесь, вот здесь. Слиять нет двух рек. Одна темная, другая голубая. Около 50 метров между двумя скалами, между двумя горами. Сейчас мы остановимся, подходим, пофотографируем, посмотрим. Каньон. Югшарский каньон, да? Да, Югшарский каньон. Да, Гранд Каньон. Поднимаем камеру вверх. Вертикально вверх, такая вот стена ответственная. Но это, наверное, только для альпинистов. Красотища неимоверная. Смотри, какие здоровые. Вот это одинаковый раз. Сделаем вверх. Куда ты опять пошел? Куда ты опять пошел? Куда ты? Куда ты? Куда ты? Югшарский каньон. Республика Абхазия. Самый узкий. Интересная ситуация в горах. Солнышко меняет свой ракурс. Тучка заходит и цвета гор, растительности меняются. Посмотрите, какое сочетание вообще. Я люблю это. И считаю, что мы приехали в Абхазию не зря для того, чтобы посмотреть вот эту красоту. Каждый год и каждый день, наверное, это утомительно смотреть. Ну, а несколько раз в жизни, я думаю, что этим полюбоваться надо. Сейчас мы приехали на Сталинскую дачу. Вперед у горы. Красивые. Еле такие. Ух, красивые. Ну, вот она самодача. Вот сейчас мы ждем экскурсию, где нам все расскажут и покажут. Вот это вот удивительное дерево, самшит. Ну, как нам рассказали, что на последней Олимпиаде, когда что-то приехали, или 80-го года, ребята, врать не буду. Завезли сюда жучка какого-то. И все эти самшиты погибли. Вот растет он один сантиметр в год. Такая колоннада. Наверное, выходил Иосиф Вестерионович со своей трубкой и смотрел вот куда-то туда. Озеро Рица. Озеро Рица. Но за все свое время правления, как нам водитель гид рассказал, он здесь был всего три раза. Вот. Ну, мы объехали сейчас вокруг всего этого озера. Мы сейчас будем с разных сторон его осматривать. Поэтому впервые мы так вот можем подойти и посмотреть к причалу. Здесь можно заказать катамаран покататься самому. Можно заказать такой вот парошник на весенном ходу. По всей видимости, там есть и моторчик какой-то сзади. Вот. Можно на катере покататься. С той стороны кафе. Такая обжитая зона. Более. До шести километров в длину это озеро. Находится оно на высоте девятьсот пятьдесят метров над уровнем моря. Ну, конечно, очень-очень-очень живописное место. Очень много людей. Очень много людей с детьми. Красиво. Очень красиво. Но хочу, чтобы и вы полюбовались этой красотой. Скромная спальня у Иосифа Ивановича. Рабочий стол. Тумбочки. Туалетная комната. Да, сейчас это поражает. Меня сын посмотрел и говорит, папа, неужели такое могло быть? Ну, сейчас будет экскурсия. А это что? Ванная? Ванная. Ну, там тоже с туалетом, но... Ну, туалеты, наверное, современные уже. Туалеты тогда другими были. Такая сынок была ванна, да. Здесь еще одна спальня. Побывали мы на экскурсии. Вот. И так вкратце я вам скажу, что вот с правой стороны почти одинаковые дома. Это именно дача Сталина. Хрущев, придя к власти, не захотел жить в даче Сталина. Сделал такой переход и построил себе вот такой отдельный дом. Здесь он был... Сталин был в этой даче. Дача была построена в 46-м году пленными немцами. 3000 человек работало на строительстве как дороги, так и самой дачи. Вот. Ну, примерно такое же здание было построено Хрущевым. И, значит, Сталин здесь был с 46-го года. Она была построена пять лет. Он приезжал сюда каждый год, не больше двух недель отдыхал. Вот. Хрущев здесь был всего два раза. И в 61-м году, когда сдали эту пристройку. И в 62-м году, когда к нему приезжал Фидель Кастро. Ну и в заключение я вам хочу показать два причала. Один причал вот этот вот, который ближе ко мне. Это был построен при Брежневе. И отсюда он катался на моторных лодках. А вот там дальше, где сидят молодые люди, отдыхают. Это был причал для того, чтобы привозили пищу Сталину. Он здесь не готовили. Готовили ее на другом конце озера. Были специальные люди, которые опробовали, когда они не умирали. После этого уже питался Сталин. Вот так вот вкратце все как бы рассказали. И я думаю, что кому-то интересно. Тот приедет, узнает, посмотрит. Ну, конечно, здесь прекрасна природа. Вот это самое главное. Ни Сталин, ни Хрущев, ни Брежнев. Все это уходит. А природа и озеро вечны. Посмотрите. Это... 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 Журавль. Эх... Улетел, не поймал я его, по-моему. Да. Ну, ладно. Ну, а на этой смотровой площадке, дорогие друзья, мы будем заканчивать с вами нашу экскурсию. Новый озеро Рица, потому что мы сейчас находимся с противоположной стороны этого прекрасного, чудесного, этой жемчужины. Вот. Посмотрим общий вид такой. Ну, уже горы... На горы опускается олачность. Остаточки. Там снега видно. Вот такая вот красота. Вот, дорогие друзья, не знаю, как посмотреть. Получился ролик, поэтому сейчас приеду, смонтирую. Ролик выйдет завтра, а послезавтра мы уже поедем. Мы уже поедем не домой, еще заедем в гости в Краснодарском крае. Вот. Ну, а вам всем хорошего отдыха, хороших работов, работы, не до сборов. Вот. Все прекрасно. Мы сейчас пойдем поедим миска вкусного. Отдохнем. И выпьем вина. Да, я почему сюда стремился, в Абхазии, потому что я здесь был в 80-м году. И мне тогда было 19 лет. Тогда была Олимпиада. И я впервые здесь попробовал вот это мясо, приготовленное на огнях. Это не шашлык. И выпил стакан вина. Вот осталось у меня на всю мою жизнь в памяти. И поэтому я хотел обязательно привезти сюда сынишку своего, жену Татьяну. И приехать еще раз убить. Сынишку покажи. Сынишка, вот он. Я сынишка, я сынишка. Всем пока. Пока. Спасибо. Спасибо.